ТОП-10 На 10-м месте оказалась Beyond Two Souls. И все десятки это, пожалуй, самая амбициозная игра. За её создание отвечает студия Quantic Dream во главе с небезызвестным Дэвидом Кейджем. Quantic Dream известна своей любовью к психологическим драмам и триллерам, и Beyond Two Souls не станет исключением. Игра рассказывает историю жизни молодой девушки по имени Джоди Холмс. Джоди вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. У неё есть большая проблема. Джоди умеет общаться с потусторонним миром. Короче говоря, ей не позавидуешь. Quantic Dream обещает, что в игре не будет ни единого повторяющегося момента. Не будет QTE и даже не будет экрана смерти. В общем, всё как в кино. Beyond Two Souls 10 место. Девятое место занимает футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2014. Забегая вперёд, скажем, что его главный конкурент в лице новой FIFA в наш рейтинг так и не попал. По всей видимости, игра от Konami выглядит намного более привлекательной. Pro Evolution Soccer 2014 использует новенький движок Fox Engine. Благодаря ему в игре появится новая система реалистичной анимации. Движения, сталкивающиеся друг с другом футболистов, генерируются в реальном времени. Вдобавок, матчи станут очень эмоциональными. Поведение болельщиков на стадионе будет влиять на виртуальных футболистов. Они могут расстроиться или, напротив, воодушевиться. Почти как в жизни. Pro Evolution Soccer 2014. Девятое место. На восьмое место пользователи Playground.ru поставили новую Call of Duty. Честно признаемся, мы слегка удивились. Раньше Call of Duty всегда занимала более высокие позиции в рейтингах. Похоже, что в этот раз Infinity Ward не смогла удивить свою аудиторию. Даже собака! И та не помогла. Как бы то ни было, в Call of Duty Ghost есть не только собака, но и обновленный мультиплеер со свежими режимами и динамическими картами. Визуальная сторона игры, в свою очередь, была заметно улучшена. Да, захватующий дух красот нам не показали, но по сравнению с тем, что было раньше, уже большой прогресс. Call of Duty Ghost восьмое место. Продолжение следует... Второй сезон любимого в народе зомби-сериала The Walking Dead расположился на седьмом месте. Студия Telltale захватила сердца игроков, показав им вполне классическую, но очень хорошо поданную историю о зомби-апокалипсисе. Необходимость четкого выбора, эмоциональность происходящего и по-настоящему проработанные персонажи обеспечили игру широкую популярность. Telltale впервые вела в обиход само понятие игрового сериала, разделенного на сезоны и эпизоды. А вы еще ругаете кинцо. Второй сезон The Walking Dead седьмое место. Латексный супергерой Бэтмен тоже попал в наш рейтинг. Нуарный экшен Batman Arkham Origins занимает шестое место. События игры происходят за несколько лет до начала Batman Arkham Asylum. Прямо в канун Рождества страшный суперзлодей по прозвищу Черная Маска организует охоту на Бэтмена. Это по сути и есть завязка. В Batman Arkham Origins игроков ждет большой открытый мир и целая куча новых фирменных гаджетов, позволяющих герою расправляться со своими врагами. Проще говоря, игра станет больше и лучше. По крайней мере, мы на это надеемся. Batman Arkham Origins. Шестое место. ТОТАЛ ВОР РОМ 2 Давным-давно ожидаемая стратегия Total War Rome 2 оказалась на пятом месте, прямо в середине нашего рейтинга. Как видим, любовь народа к серии Total War никуда не делась. Total War Rome 2 станет самой масштабной, самой совершенной и самой глубокой стратегией во всей линейке. The Creative Assembly подвергла изменение множества элементов игры. Глобальная политика станет намного более тонкой и изощренной, а тактический режим порадует игроков эпическими сражениями на земле и в море. Судя по официальным роликам, нас ждет не игра, а конфета. Выходит она, кстати, уже через пару дней. Ждем с нетерпением. Total War Rome 2, пятое место. Четвертое место. Battlefield 4. Эту игру многие уже успели окрестить Battlefield 3.5. В принципе, своя правда в этом есть. DICE решила мне переворачивать игру с ног на голову. Зато, судя по последним роликам, синего светофильтра в ней больше нет. Ура! Battlefield 4 порадует нас новой одиночной кампанией, которая по традиции почти никому не нужна. Всех интересует лишь одно – мультиплеер. Со старта в игре будут доступны 10 карт и 7 игровых режимов. В Battlefield 4 вернется режим командира, а локации станут более динамичными. И, как бы это сказать, разрушаемыми. Взглянуть на игру своими глазами все желающие смогут уже в октябре. Именно тогда DICE запустит открытый БТТ с Battlefield 4. Пока же четвертое место. Вот мы и добрались до первой тройки. Третье место занимает Assassin's Creed 4 Black Flag. Несмотря на то, что серию уже давно сравнивают с конвейером, новые части Assassin's Creed все еще пользуются огромной популярностью. Black Flag расскажет нам о жизни молодого пирата Эдварда Кенуэя. Он юн, храбр, саркастичен и любит выпить. По крайней мере, любил. По какой-то причине такой типаж героя наиболее близок к поклонникам серии Assassin's Creed. В Black Flag нас ждет не только новая одиночная кампания, полная тайны загадок. В игре появится своя собственная система морских сражений. В конце концов, в Кенуэй в первую очередь пират. Пиратская Assassin's Creed 4 Black Flag занимает третье место. А вот и почти победитель. Встречайте, Watch Dogs. Игра рассказывает о мире недалекого будущего, где тот, кто владеет информацией, владеет всем. Целый город соединен в огромную сеть. Светофоры, стрелки на железных дорогах, уличные фонари, системы охраны, смартфоны в карманах жителей. Все это можно и нужно взламывать. Похоже, что Ubisoft пытается продемонстрировать нам, насколько уязвимым может быть общество, помешанное на информации. Как будто мы и так не знали. Станет ли это игра убийцы GTA, большой вопрос. Но концепция ее на самом деле очень любопытна. Уже в ноябре все желающие смогут попробовать себя в роли настоящих диванных хакеров. Watch Dogs, второе место. За прошедшие несколько минут мы познакомились с рейтингом самых ожидаемых игр этой осени по версии пользователей Playground.ru. Давайте еще раз вспомним весь список. Кто же оказался на первом месте? Какую игру ждут больше всех остальных? Думаем, вы уже догадались. Смотрим. Да, это она. Grand Theft Auto V. Уже через пару недель во всем мире начнутся истерии по поводу релиза пятой части. GTA V вернет нас в солнечный Лос-Сантос, знакомый нам по GTA San Andreas. Теперь в игре сразу три кардинально противоположных главных героя. Три героя, три истории и один огромный открытый мир. Самый детализированный и самый проработанный мир за всю историю серии. В октябре, совсем скоро, после релиза GTA V, Rockstar выпустит многопользовательский режим GTA Online. От разработчиков ждут многого. Да что там многого. От них ждут лучшие игры во всей линейке. Удастся ли им исполнить все желания игроков? Об этом узнаем уже совсем скоро. Пока же просто поздравим Rockstar с первым местом в нашем рейтинге. На этом все. Темы следующего ТОП-10 по многочисленным просьбам наших пользователей станут лучшие 16-битные игры. Как всегда, предложить свои варианты для последующего голосования вы можете в специальной теме на нашем форуме. До встречи в октябре! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова